добрый вечер гоню меня зовут наталья было нет я приглашаю всех дорогие друзья всех вас присоединиться к прямому эфиру на телеканале беларусь 4 сегодня пятница и как обычно такой же доброй традиции мы строим планы в прямом эфире на ближайшие выходные дни и сегодня расскажем как же увлекательно и обязательно познавательно на гомельщине можно провести субботу-воскресенье причем всей семьей своими планами поделиться и гости в студии сегодня это историк антон шеляев и многодетный отец представитель совета отцов города гомеля сергей бычков добрый вечер ну во первых спасибо я знаю как вы заняты сегодня у вас такие удивительные события будут в эти выходные поэтому спасибо что нашли время для наших зрителей и вообще меня очень радует что вот о семейном досуге мы будем говорить сегодня дорогие друзья с мужчинами это очень такой редкий случай кстати сергей часто ли вам учитывая что у вас трое детей часто ли вам вообще удается проводить вот время с семьей с детьми да ну вообще на самом деле всегда ну по большей части потому что все мероприятия они так или иначе рождались от детей да наших наших друзей поэтому регулярно и многое с каждым да то есть просто по своим каким-то направлениям но постоянно хорошо какое вот любимое время ну например например дочке 18 для ей интересно посидеть в кафе да ну в общем то тогда но идете в кафе но 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 сейчас например она занимается изучением английского языка вот я учу вместе с ней мы реально вместе ездим там к репетитору вместе занимаемся хорошее время вместе да например старший сын играет футбол да а я их тренирую их команду да старшему сколько тринадцать поэтому как минимум два раза в неделю я тренирую их команду как бы мы вместе тренируемся мы вместе как бы до проводим время младший сын когда я сам тренирую занимаясь воркаутом до какой-то силовой подготовкой младше всегда со мной на площадке младшему 5 до всегда со мной на площадке там стадион ребята дети поэтому но это как почти каждый вечер ничего себе а уроки кто с детьми не но это вечер уроки делать не мы отказались от этого вы не делаете уроки я до сто процентов то есть мы отказались несколько лет назад потому что уроки как все знают они отнимают очень много сил и энергии у родителей и в один красный момент мы там с женой приняли решение что мы в уроке как бы не влазим а это как-то отразилось вот такое решение на успеваемость хуже не стало точно точно хуже не стало может быть даже лучше по крайней мере в семье стало спокойнее в общем интересный эксперимент расскажите потом к чему это к чему это приведет вот эти повеселили антон даже вот я смотрю да так немножко развеселился ну кстати в какие игры вот любят играть ваши дети ну младше вот последнее время все с палками доходят вот эта тема да вот помахать палками там что-то кого-то порубить там кусты какие-нибудь да это прям вот типа как раньше в солдатиков тут у него только такая какая-то своя игра драконов там помочить ну я думаю что вашему младшему и думаю старшему тоже будет очень интересно мероприятие которым мы сейчас и расскажем дорогие друзья это наверно будет у каждого мальчишка вот мне кажется мечтает просто примерить вот на себя рыцарские доспехи поучаствовать в таких вот настоящих рыцарских сражениях дело в том что завтра дорогие друзья вот есть такая возможность в гомеле ожидается настоящее средневековое шоу такая историческая реконструкция музея живой истории вот сегодня нас гостях антон ну давай так я вас представляю как организатор да этого музея руководитель этого музея живой истории этого проекта расскажите вообще нам подробнее что где когда будет происходить завтра в гомеле вообще какого рода реконструкцию готовите завтра в 11 часов так ну будем надеяться что погода нам поможет вот это все будет происходить у нас в университете гомельском государстве университетской скорыны между вторым и третьим корпусом многие не знают наверно все наши корпуса второй корпус один из самых старых наших корпусов он на улице кирова находится кирова 119 и там есть возможность именно с улицы кирова зайти во дворик там есть такой небольшой дворик внутри и там собственно расположиться такой вот как бы средневековый походный лагерь вот который мы будем воссоздавать и в само действие там и будет разворачиваться не 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 вы поподробнее скажите какое действие это будет сражение какая-то там средневековая кухня программа у нас достаточно нога на вертеле будет жариться программа у нас достаточно насыщенная вот и состоит из нескольких элементов то есть сначала у нас будут как бы экскурсии такие вот как в реальном музее будут проводиться по нескольким таким вот интерактивным тематическим площадкам это и кухня естественно средневековая вот там люди могут смогут и попробовать некоторые блюда и познакомиться с некоторыми рецептами средневековыми увидят как это все дело готовится вот далее будет такая более бытовая часть там будет шатер стоять можно будет в шатре полежать посмотреть как рыцари отдыхали там все такое элементы мебели разуме мобильный телефон разрешается посетителям да вот нам как мы просто реконструкторы в этом музее исполняют роль экспонатов вот таких вот именно живых почему и музей живой вот приблизительно то что да да это вот фотографии как раз таки наших прошлых мероприятий тоже прошлых музеев вот как раз кухонный блок можно я спрошу про какие-то рецепты интересные что там особенного было в те далекие-далекие средние века есть много особенностей разных особенностей вот можно кстати сказать что некоторые продукты которые мы очень сильно привыкли а их средневековый не было для нас белорусов какой главный продукт картошка картошка она появится на ногам много позже так и вот надо так хопа и картошку себя вычеркнуть из всех блюд и сразу вот человек когда приходит еще к нам в клуб и такого как это возможно как это как это нет да да плюс нету никаких там помидор там кетчупов там и прочего то есть вот такого современного вообще как ни странно сохранились средневековые рецепты то есть многие думают поделитесь каким-нибудь и попробуем приготовить но рецепты эти весьма специфические дело в том что современных кулинарных книгах указывается там точные меры там столько-то грамм того сего сколько там при каких градусов запекать а понятное дело что средневековье это указать не могли почему потому что меры у всех были разные там в одном городе столько-то это весело другом столько-то и сама мера единицы измерения была разная плюс там сколько вы в печке продержите у кого-то там такое пламя сякое пламя поэтому рецепт очень приблизительные вот эта приблизительность она иногда доходит до такого абсолюта что вот есть один из рецептов конца 14 века он звучит очень просто возьми рыбу или мясо вари или туши так и подавай я поняла мне кажется эти рецепты составляли мужчины и наверное готовили тоже есть мясо для рыбалки было мясо а дальше чисто мужской вариант до отварил так и подавая действительно вообще интересно конечно насколько точно антон можно вообще восстановить вот реконструировать события лет как вам это вообще удается тут надо понимать что стопроцентного конечно же невозможно восстановить так ну для начала мы говорим на других языках и мы люди вообще другой эпохи по-другому это все воспринимаем но с точки зрения материального чего-то так одежды доспехов каких-то прочих элементов можно достаточно близко приблизиться это нам помогают и различные письменные источники вот мы читаем и летописи хроники различный нарратив и археологические источники очень большая база по археологии есть и если касательно доспехов допустим музейные экспонаты сохранившиеся они очень сильно в этом помогают то есть мы вот берем конкретный какой-то артефакт элемент и пытаемся его восстановить причем пытаемся восстановить именно теми же способами как это делали и в средние века скажите антон вы же завтра будете тоже переодеты в рыцаре там или вы кем будете завтра на праздник вопрос статусности он у нас тоже такой достаточно важный я вообще если так смотреть изображаю себя такого не богатого безземельного так называемого рыцаря но не бедного да нет или да тут надо сказать не богатого но и не бедно хорошо много на вас будет одежды не просто интересно когда ну как во-первых тоже по поводу средневековой одежды тут надо понимать из каких материалов наделась то есть никакой там синтетики современной такого не было это натуральные материалы в первую очередь это лен и шерсть вот если побогаче вот у меня допустим есть верхняя одежда катарди так называемая рубашка она сделана из шелка причем этот шелк не просто там какой-то машины он ручное вопридение там все такое то есть это все очень серьезно вы хотите сказать что ваш костюм сегодня реконструирован вот прям один в один у меня не совсем один в один все-таки там немножко некоторых элементов не хватает но вплоть до цвета он отреконструирован подождите а кто вообще вот создает эти костюмы эти доспехи это вам кто-то помогает или это иногда помогает допустим если шитье девушки могут помочь то мамы там можно на заказ принципе пошить вот а если доспехи ну как сказать кто-то может сам так то любит ручной труток вот кто к этому способен кто немножко по-другому тот тоже там можно и купить это все дело то есть скажите пожалуйста завтра будет возможности у зрителей поучаствовать в рыцарских сражениях приготовление вот этих каких-то блюд удивительных в самих сражениях нет почему нет это все-таки травма травмоопасно вот у нас ребята которые мы этим занимаются уже давным-давно они знают разочаровали вот сергей я думаю это стремно было бы поучаствовать посмотреть супер я вот да потому что само сражение еще человек там насмотрится фильмов думает что он там великий герой начинает мячом махать и может быстрее себя покалечить вот но в чем что какая будет возможность во первых примере доспехи можно вот фотографироваться с оружием поддержать оружие в руках не там махать на кого-то а вот именно поддержать оценить вес допустим тот же самый так потом интересно у нас всегда очень много людей это нравится пострелять из луков можно будет буду стоять мишени можно будет вот и вам покажут как правильно тетиву натягивать как выстрел этот сам производить то есть такие моменты естественно и для мужской части для женской это интересно кулинарное так ведь там можно не только видеть как готовят так но я знакомиться с тем же самым рецептом и самое главное попробовать попробовать а что а что кстати будем готовить что готовили кроме мяса которое так и подавать мясо кстати будет на вертеле не как положено как красиво вот кроме этого будут пироги вот очень часто сегодня якове готовили пироги они могли быть абсолютно с разной начинкой вот не имелось только тесто все остальное то могли внутрь напихать чего угодно вот завтра будут у нас и сладкие пироги и мясные пироги и сыром пироги ой дорогие друзья мне кажется да вы уже прямо сейчас собираетесь да и планируете и начало в 11 до начала это действительно что-то уникальное интересно как вам такое развлечение вот для современных детей я только услышал что мы завтра собираемся то есть у вас завтра нет других планов вот получилось так что вот вторая суббота наверно за последние пару месяцев она свободна с утра да по крайней мере и вот я думаю что и старше и младше со мной будет классно да потому что мы тоже же деремся да мы приходим младшим они палку дает не давать да все заканчивается тем что мне попадает по пальцам и я говорю хорошую а тут вас мешка обучит смотрите потом придется придется лук и тетива мишень это же классно ну что ж дорогие друзья ну я надеюсь вы уже запомнили что завтра в 11 часов в гомеле состоится музей живой истории такой уникальная такая реконструкция историческая реконструкция рыцарские турниры действительно средневековая кухня ну много чего интересного мне кажется это нельзя пропустить поэтому завтра с диванов наверное придется все тогда позавтракать и быстренько к университету но кстати говоря сегодня дорогие друзья мы хотим задать вам вопрос как раз связанные с этой темой вот вопрос нашего конкурса будет звучать так как в средние века называли бродячих поэтов и музыкантов 34 22 43 еще раз напомню вопрос конкурса как средние века называли бродячих артистов бродячих поэтов и музыкантов разыгрываем сегодня подарочный музейный сертификат на двух человек на посещение постоянных экспозиций и выставок музея гомельского дворцово-паркового ансамбля большое спасибо директору музея оксане тороповой которая предоставила такой приз для наших телезрителей и так как средние века называли бродячих поэтов и музыкантов 34 22 43 ну хотелось бы просто заметить что музей истории ну вот если гомельский наш музей дворцово-паркового ансамбля отмечает в этом году столетия то музей живой истории он очень очень молодой вот сколько сколько вам пятый раз пятый годик получать и год тогда то есть вы расскажите вообще что это за идея была как появились кто сегодня участники как всегда идея была спонтанная вот суть в том что в 2015 году наш университет отмечал очередную юбилейную дату и все факультеты просили там провести какое-то мероприятие я сам работаю на историческом факультете вот тогда я еще был ассистентом кафедры все общей истории ну и знали естественно руководство знало что я занимаюсь вот средневековой реконструкции и меня так ну и руководство иногда может по-простому попросить вот они меня так очень просто сказали организую к нам фестиваль средневековый я так сразу начал не привыкли спорить да 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 с другой стороны все таки организация большого крупного средневекового фестиваля это очень тяжело и как это провести а потом вот что-то а еще попросили чтобы была связь со студентами вот обязательно чтобы как-то студентов и вот думал 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 и в конце концов у меня это соединилось каким образом мы вот то есть реконструкторы средневековые будем как раз таки экспонатами а у нас есть специально среди прочих музейное дело и вот у нас ребята музейщики они как бы вот экскурсоводы в этом музее живой истории так получаем вот и изначально нас было там участников где-то человек 10 по моему вот в пятнадцатом еще году студентов я привлек человек тоже где-то 10-15 только а сейчас все разрослось вот у нас по 30 человек участников студентов где-то человек 50 это все дело уже обслуживает то есть так уже а для чего вот вот вы можете уже ответить на вопрос вот для чего вот это вот это очень глубокий вопрос на самом деле для чего это понятно да реконструкция всегда вроде как ты в истории многосторонний если чуть попроще сказать а у нас зачастую вот если я вот как с точки зрения преподавателя буду говорить истории у нас зачастую понимаете изучение истории сводится к тому там дату какую-то выучить там еще что то а здесь мы показываем реальность какую-то да она не естественно не стопроцентная так но какое-то погружение человек может испытать и понимать вот то что вот эти вот даты которые вот он учит и он сможет соотносить вот с каким-то вот реальными событиями которые происходили заинтересованность намного больше просыпается в студентах вот всегда после этих мероприятий если проводить пары там семинары по средним векам все без перебоя начинают отвечать вон а мы же это видели а мы же там компьютер угол или вот это вот это вот это то есть вот идет соотношение а если более широко посмотреть вот у нас же еще есть и зрители история она востребована сейчас она очень востребована просто мы мало про нее интересно рассказываем и из этого появляются различные там там что домыслы да что инопланетяне построили пирамиды там и прочее прочее а почему это появляется запрос есть а ответа нет вот а если вот так вот интересно близко вот людям преподносить эти ответы грубо говоря машина времени такая реконструкция да 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 конечно позволяет кстати по поводу машины времени историю часто обвиняют что она не совсем классическая наука почему все другие науки они делают эксперименты вот они что-то выдвинули идею провели эксперимент получили результат да нет соответственно развивается историк так не может у нас нет машины времени так вот как раз таки благодаря исторической реконструкции частично повторюсь опять таки это естественно не сто процентов но мы хотя бы можем приблизительно вот понять как это было ну мне кажется реконструкция даже одного костюма даже одного оружия это действительно сверх лаборатория даже сверх научная лаборатория доходит до того что у нас уже люди занимаются тем в какую сторону скручивались нитки шикарно вот когда ученые что говорит да да действительно достойна уважения кстати у нас есть телефонный звонок наверное наши телезрители решили поучаствовать в конкурсе хочу напомнить вопрос конкурса как средние века называли бродячих поэтов и музыкантов послушаем варианты ответа добрый вечер вы в прямом эфире здравствуйте хочу ответить трубадуры ну конечно трубадуры давайте познакомимся да мы вас поздравляем как вас зовут меня зовут виталий виталий скажите пожалуйста пойдете завтра на рыцарские сражения на музей живой истории ну я думаю да ну что ж потом расскажите ждем ваш фотоотчет кстати поздравляем вы выиграли подарочный музейный сертификат на двух человек на посещение постоянных экспозиций и выставок музея гомельского дворцово-паркового ансамбля мне кажется это такой роскошный подарок так что спасибо и хороших вам выходных вот мы говорим про проект да говорим про музей интересное название такой живой истории да а вот какие интересные факты вот за эти пять лет удалось обнаружить вашему музею и имеет ли вообще скажем насколько средние века беларусь гомель вот как вы это все удалось вам объединить собрать воедино тут не буду так уходить это то первый наш музей он был более спонтанный ну естественно там приходилось это очень быстро организовывать так мы не подгоняли ничего потом уже мероприятие всем понравилось попросили делать дальше и участникам понравилось мы решили да что будем делать на следующий год и уже на искали какую-то историческую подоплеку основу так под которую можно но тут сложновато просто мы в основном изображаем показываем западноевропейских рыцарей заправить запада европейский быт и тут вроде бы беларусь вот если вспомнить наша конкретная эпоха это конец 14 начала 15 века в то время беларусь входило белорусские земли в такое большое мощное государство великое княжество литовское там в принципе были сильные европейские тенденции но больше на западе здесь если брать наш гомель это все-таки более восточный такой славянский городок был но как ни странно вот поковырявшись покопавшись в этих всех исторических документов обнаружили такое очень интересное событие ровно подходящие вот в ту эпоху которую мы его создаем то есть конец 14 века тогда была очень сложная здесь внешнеполитическая ситуация вот был такой великий князь у нас витов он участвовал во всех этих внешнеполитических конфликтах и среди прочего была такая у него попытка посадить на золотоордынский трон своего ставленника вот и состоялась известная такая битва на реке ворскла 1399 году так вот еще примечательно в этой битве на стороне вкл сражались как собственно жители великого княжества литовского то есть и наши предки далекие так так и татары которые в это время уже поселились на территории беларусь его собственно видов очень активно их принимал вот поляки некоторые поддержали и совсем интересно вот именно в этот момент тефтонский орден с которым вот мы привыкли что с ним только воевали воевали наоборот он заключил союз с великим княжеством литовском и иргенцы тефтонского ордена они участвовали в этой битве вот а сбор войска он проходил в киеве и тут тоже мы достоверно пока не можем сказать но скорее всего могли пройти через гомель и вот тот лагерь что мы ставим вполне возможно то есть между университетом вполне возможно что вот так вот они стояли более 500 лет ну вот такой немножечко такой маленький маленький курс истории только что был мне кажется очень любопытный чтобы даже зацепиться скажите а вот кодекс там рыцарской чести любопытно это такие вещи понимать вот за такими вещами обычно и приходит в это движение если они далеки немножко от реальности почему такие романтичные образы рыцарей они возникли все таки в девятнадцатом веке когда вот это все было популярно модно вот пытались по максимальному это дело романтизировать реальность цивилизованно и более уже и кодексы реальности все было немножко хуже ну как сказать рыцари соблюдали определенные правила по отношению к себе подобным то есть благородный к благородному а если человек не был вот представителем благородного сословия то никакой рыцарской чести слова в принципе да 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 не существовал хотя были примеры определенные вот если благородных с благородными взять вот в 14 веке король франции попал в плен после битвы при пуатье вот пообещал что соберет за себя выкуп и под честное рыцарское слово и отпустили он ездил год по франции собирал выкуп выкуп не собрал в итоге вернулся обратно в англию и вам он умер ну вот смотрите вы знаете историю вы знаете эпохи вы даже в некоторых уже побывать успели да вот преображаясь в рыцаре какое вот какое время вам нравится больше всего реальности наши современные сейчас сегодня 21 век да мы сейчас живем лучше всего лучше всего ну надеюсь цивилизованно спасибо большое а вот мне еще любопытно как средние века после трудовой недели отдыхали наши предки ведь мы все таки сегодня готовимся к выходным есть такая у вас информация есть тоже все зависело от сословия на самом деле тогда общество очень сильно делилось по сословиям очень сильно отличалась из-за этого простые люди они особо и не отдыхали у них выходной был один воскресенье когда они в церковь ходили молиться собственно это был весь весь их отдых люди по зажиточнее побогаче поблагороднее да у них были различные мероприятия и охоты и там перы они устраивали вот и пир причем был иногда как обязательная часть такая вот то есть сегодня один человек устраивает пир и так через неделю другой и так прелесть пир как обязательная часть мне этот момент очень нравится я должен был обязан был устраивать пиры он таким образом дружину свою кормил спасибо большое дорогие друзья вот как еще можно на самом деле окунуться в историю наверное еще благодаря и книгам вы знаете если вы любите вот такое вот спокойное времяпрепровождение то обязательно сходите в эти выходные на фестиваль читай гомель и поучаствовать в этом масштабном проекте гомельчан приглашает гомельская областная библиотека имени ленина и подробности этого мероприятия узнаем прямо сейчас у директора библиотеки у нас на связь марина сергеевна добрый вечер добрый вечер наталья добрый вечер антон сергей уважаемые телезрители очень очень рада вас слышать да вот вы знаете хочется хочется узнать хочется узнать подробности спасибо за возможность пригласить наших гомельчан на замечательный фестиваль фестивали бывают разные мы предлагаем книжный фестиваль конечно же книга станет главной героиней нашего мероприятия и мы пригласили для участия книжные издательства книжные магазины популярных белорусских авторов и неординарных лекторов мы покажем презентацию книг областной литературной премии имени кирилла туровского а главным гостем нашего фестиваля станет наталья батракова презентации своей новой книги миг бесконечности 2 основная идея нашего фестиваля в год малой родины это с помощью возможностей библиотек нашего региона показать все богатство нашего края участники фестиваля это библиотеки центральной библиотеки нашей области вузовские библиотеки нашего города областная научно-техническая библиотека они подготовили для гомельчан неповторимую программу интерактивную программу и лучше эти интерактивные площадки будут отмечены специальными призами нашего конкурса а наша областная библиотека подготовила интересные новые выставочные проекты художественной баннерной выставки любовью гомельщине поски свидетелей эпохи гомель взгляд сквозь годы на которых мы покажем гомельчанам что нам есть чем гордиться что у нас настоящая сокровищница не только вот в нашем крае данную и такое неповторимое наследие для всей нашей беларуси скажите пожалуйста вот будут какие-то детские площадки то есть стоит ли все семьей до отправиться на этот фестиваль конечно мы приглашаем на наш праздник обязательно приходить семьей отдельно работать будет целый день детская площадка на которой мы и оживим любимые сказки и библиотекари предоставят бесконечный простор воображение показывая мастер-классы по изготовлению различных персонажей книжных кстати будет работать и выставка областного конкурса литературных героев участниками которые стали более 60 жителей нашей области и мы будем читать самую популярную книгу на английском языке она кстати имеет 30 миллионный тираж так и эта книга называется очень голодная гусеница помогут вам нам в этом семья многодетная семья американского посольства дуайт браун со своей женой мэнди у них четверо деток и вот они будут нашими маленькими детьми читать на английском это очень голодную гусеницу поэтому приглашаем всех можно будет вот кстати сергей приглашаем с его мальчишками узнать америку по комиксам это вот очень интересно будет я думаю мальчишкам особенно ой приходить спасибо до 6 вечера такой большой праздник книги на площади победы спасибо вам большое кстати а как ближайшие выходные вообще работает библиотека ленина библиотека работает по воскресеньям единственный выходной на субботу с 4 июня будет летний график с 12 до 8 каждый день мы ждем наших читателей марина сергеевна спасибо спасибо мы желаем вам действительно очень интересного такого познавательного масштабного фестиваля читай гомель ну и конечно же чудных замечательных выходных спасибо ну дорогие друзья напоминаю что в субботу всех гомельчан и гостей города приглашает также и живой музей истории сегодня организатор проекта конечно же очень напряженный день подготовки но в любом случае антон я очень вам благодарна что вы нашли время для наших зрителей дорогие друзья ну а на других интересных проектах выходных ближайших выходных дней субботы воскресенье мы расскажем сразу после рекламы друзья на беларусь 4 продолжается прямой эфир это программа добрый вечер гомель и напоминает телефон студии 34 22 43 как обычно по пятницам мы строим план на выходные дни а здесь действительно есть много интересных мероприятий одно из них в эти дни проходит 20 международная выставка весна в гомеле вы знаете это все таки событие она всегда для нашего города такой масштабная к нему готовится не только организаторы но и обычные граждане все-таки для гомельчан весна в гомеле это возможность не только вот разнообразить как-то свой досуг на мастер-классах там концертах ну и конечно же познакомиться с продукцией ведущих производителей гомельщина вообще программа выставки настолько всегда вот из года в год насыщены мероприятиями что жители и гости города ну просто знаете не успевают порой посетить все площадки и так что же ожидает нас ближайшее субботу и воскресенье в рамках весны в гомеле значит так на улице кожера будет два дня проходить республиканский праздник мастеров и ремесленников гомельская весна 25 мая в субботу запланированы бесплатные концерты гомельских групп и так с 11 утра начнется концерт вокальной группы жертвовницы и танцевального коллектива бабульки в 15.00 на сцену выйдут артисты коллектива разгары в 16.00 их сменит вокально-инструментальный ансамбль блокпост а 17.00 под открытым небом выступит ваш любимый артист это музыкальная студия андрея васильева drive это васаби джаз бэнд это старый фольварок ну и конечно же другие ваши любимые музыкальные коллективы также завтра на открытой площадке стартует праздник дни молдовы в гомельской области по улице кожи запланированы дегустация вин выступление творческих коллективов этой страны вообще масштабно ну а для модниц будет показ весенне-летней коллекции белорусского дизайнера женской одежды людмила лобкова известных гомельских дизайнеров а еще в рамках весны в гомеле все два дня субботу и воскресенье на улице кожи работ проходить гастрофест вкусная весна 8 ресторана предложат посетителям блюда национальной кухни ну скажем так это такая малая часть той афиши которую приготовила белл тпп для гомельчан и гостей города в рамках весны в гомеле полу сергей вот мне интересно вы уходите семью не такие вот массовые мероприятия ну да вообще тусовки нам нравится да вот где можно побыть вот антон порассказывал мы с удовольствием постараемся завтра быть потому что там где еда там где можно да по поучаствовать пострелять это же супер ну прям ну не интересно же сидеть дома просто ну весна в гомеле я думаю вас тоже заинтересует там действительно будет развлечений очень много а вообще скажите сергей для вас что такое идеальный выходной день идеальный выходной для меня когда мы вместе семьей что-то делаем какое-то мероприятие да вот наш ближайший семейный фестиваль дворовых игр да то есть мы там будем почти всей семьей да почти потому что там супруга будет помогать сделать одну часть то есть мы естественно я там буду делать еще одну часть младший будет там бегать где-то до в прошлом году дочка там отвечала за музыкальную часть и в этом будет помогать готовить это все там старший где-то участвуют то есть вот это То есть в это воскресенье у вас идеальный выходной, в принципе, должен получиться? Да, да. Потом это, естественно, небольшой отдых, потом обязательно тренировка, а потом еще что-нибудь. А еще пельмени совместные, тоже хороший отдых, да. Ну, давайте тогда сейчас раскроем все карты, потому что зрители не понимают, о чем мы сейчас, наверное, говорим. Дело в том, что, дорогие друзья, есть еще одна прекрасная возможность отдохнуть активно всей семьей в ближайшее воскресенье, это сходить на семейный фестиваль дворовых игр. Вот подробности узнаем прямо сейчас. Сейчас напоминаю, что сегодня у меня в гостях один из организаторов фестиваля, руководитель общественного объединения «Папа-зал» Сергей Бычков. Сергей, и так подробнее, где, в какое время состоится фестиваль, в каком формате и вообще кто может принять в нем участие? Да, фестиваль состоится в это воскресенье, 26 мая, в 10.30 на базе средней школы номер 12 города Гомеля, прямо на стадионе. Вход свободный, естественно, бесплатный, да, это будет такое масштабное мероприятие, это будет уже второй семейный фестиваль, первый мы проводили осенью, и вот второй весной, как бы, да, к нему более основательно подготовились. И мы проводим это вместе с общественным объединением «Вело Гомель» и их проектом «Велосемья». Это прям классные ребята, которые будут на велосипедах много чего делать, и там можно будет также покататься. Вот, наше общественное объединение «Совет отцов города Гомеля», с нашим мероприятием, да, рук дворовых гульного, естественно, отдел образования железнодорожного района, детская центральная поликлиника, наши постоянные партнеры, и даже будет управление МЧС, тоже будет нам помогать. А, то есть все правила безопасности будут соблюдены? Мало того, соблюдены, там еще можно будет все потрогать даже, да, вот я прям вот вижу, да, как это все будет круто проходить. Там будут дворовые игры, да, какие-то там вышибалы, я не знаю, что там еще будет. Наша цель очень простая, да, чтобы семья провела время вместе, провела классное время, вот просто отдохнула, просто потусила, но с большой пользой для себя и для детей, да. Это окунуть, может быть, родителей в детство. То есть вспомнить какие-то, да. Дворовые игры настоящие, и детям показать, как это было, да, например, у нас будут резиночки, да, то есть как будет приходить, семья регистрируется, да, или на месте, или можно через интернет в группе в Рух Двороугольном ВКонтакте или Велогомель, да, регистрируется, приходит, и у нее будет несколько станций, которые она будет проходить, получать наклеечки. Естественно, у нас будут призы, там, семьям, которые наберут их большее количество, это будет резинка, да, то есть прыгать будут папа, мама, там, ребенок, там, определенная задача будет, это будет выбивало, да. Это будет квадрат, да, любимый, там, футбольный квадрат. Это будут обязательно велозаезды, которые будут на велосипедах под руководством Велогомель, опытных инструкторов, будут велозаезды, да. Это будет у нас халихало, да, такие старые игры, старые совсем, да. Ну, напомните, для тех, кто уже не помнит, что это за игра такая вообще? Ну, она называется штендер или халихало, когда, да, когда подбрасываешь мяч, говоришь, сколько шагов, бросаешь, приходите, мы научим, да. Это будет даже элементы баскетбола, стритбола будут там, да, потом будут это элементы алтимат фризби, да, вот диско, который, ну, можно, может любой взять, выйти во двор, да, ребята с гомельской команды будут тоже проводить свои мероприятия и тоже участвовать вместе с нами. Дальше это будет наше управление МЧС, которое предоставит тоже одежду пожарных, которые можно будет потрогать. Аквагрим там будет, в конце это все завершится пирогами. Я хотела спросить, пироги будут? В том году были, я помню. Да, пироги будут, это, наверное, одна из самых любимых частей, да, пирогами. Конечно, дети наигрались, да, им почти. Да, чаем, то есть будет классно, то есть это просто такое хорошее классное время, где можно прийти всей семьей и просто его вот не напрягая, скажем, провести, еще получить призы. Ну, вот вы сказали, что это второй же фестиваль уже, да, а что вообще показал первый опыт? И имел ли вообще какой-то общественный резонанс, может быть, какие-то там, не знаю, проекты, которые, ну, как-то там действительно появились после фестиваля? Резонанс он точно имел, да, потому что очень много людей писали, что как круто это было, да. То, что мы увидели на самом фестивале, это очень большой интерес к этим играм, да, и со стороны взрослых, и со стороны детей. Вот, казалось бы, да, например, для нас было такой неожиданностью, что, например, резинка, игра в резинку, она привлекла, на мой взгляд, большее количество участников. Все, и маленькие, и большие, и папы, и мамы. Да, что вы говорите, в мои школьные годы это была самая любимая игра, да. Давай вспоминать, обсуждать, правильно, неправильно, там целые были дебаты. А, то есть там уже новое правило составляете? Прям лед было, там очень классно было, да. Ну, естественно, все другие игры, да. Это показало большой интерес вот детей и взрослых к этому, да. И дальше мы хотели бы, чтобы дети это увидели и могли бы это делать у себя на площадках, у себя во дворах, у бабушек, да, брать эти старые, не знаю, резинки, да, играть в эти во все игры, которые, ну, они доступны, они просты. А вы считаете, вот с помощью таких фестивалей можно вытащить детей на улицу, на дворовые кульни, отвлечь их от компьютера? То есть это альтернатива? Альтернатива, вы считаете? Вообще компьютер это не проблема, ну, не проблема, да. Ну, кому-то подробнее. Почему? Вот, да, у меня вот, возьмем, атипичного представителя, да, вот у меня сын 13 лет, да, он в этом году 14. Типичный представитель, да, подростковой молодежи, да. Естественно, он немало времени проводит в телефоне, да, то есть немало времени. Ну, немало это сколько? Постоянно? Ну, иногда в свободное время, когда это практически постоянно, ну, не скажу, там, есть же уроки, да, ну, там, когда выпадает, да, есть там музыка, есть там другие моменты. Но, как только речь заходит, например, пойти в футбол, да, когда мы играем вместе с ним, или когда ребята играют, или вот такие тусовки, когда мы выходим в походы, где не берут, там, в сплавы, когда, где нету телефона. Телефон вообще не проблема, и он вообще не решает, то есть он оставляется тут же, и все выходят, как бы, да, играть, там, футбол, там, не знаю, пострелять из лука, да, я думаю, что это будет гораздо интереснее. То есть все сразу отметается, оставляется, поэтому это не проблема. Если мы берем детей с собой, говорим, слушай, пошли там, это же классно, потусим, попрыгаем, побегаем, поедим потом. Поедим потом, да. А, кстати, какая была вот любимая дворовая игра в вашем детстве? А, мы играли в индейцев, вот это была любимая тема, мы... Ну-ка, расскажите, может быть, кого-то заинтересуйте. Очень просто, да, все было очень просто. То есть вы вот эти все делали штуки? Тогда были популярны фильмы про Чингачгука, да, мы... Сейчас же, понимаете, вот правильно говорить, сейчас же фильмы другие популярны, да, герои другие. Да, но вот у нас было, мы обрисовывались этими красками, мы делали себе оперения, там, старшие, дядьки во дворе, там, нам делали копья длинные такие, вытачивали. И мы толпой бегали, да, по деревне, как бы, человек 10-15, это был просто лед, вот классное время было. Вы рассказываете своим детям про эту игру и про индейцев? Я, кстати, не рассказываю, вот вы спросили, я вспомнил, ну вот это... Что, неужели вы никогда не делились опытом своего детства? Нет, чем-то делился, но вот игру в индейцев вот надо воплотить. Я думаю, что на третьем фестивале она появится. Надо воплотить. Ну а что, да, еще авторские права какие-нибудь делаете. Дорогие друзья, ну, хочу напомнить, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Действительно, строим план на выходные дни, вот в такой прекрасно дружеской, такой вот, доброжелательной очень обстановке. И хотим, чтобы вы присоединились к нам, 34-22-43. Мало того, разыгрываем пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Железнодорожников», где будет выступать народная артистка Беларуси Галина Павленок. Вопрос конкурса звучит так. Сколько человек поют арию? Даже Сергей задумался, да. Ну, дело в том, что, да, конкурс музыкальный. Подумайте, давайте любые варианты. Сколько человек поют арию? Напоминаю, что мы разыгрываем пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Железнодорожников». 34-22-43, телефон прямого эфира. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот, кстати, Сергей, культурные походы, они популярны вообще в вашей семье? Приобщаете ли вы детей к музеям, к выставкам? Знаете, как мне сказал директор школы моей, да, вот, где я учился, я, наверное, еще не дорос до вот таких культурных, серьезных вещей. То есть спорт, вы считаете, это достаточно для детей? Нет, ну, вы знаете, что у каждой семьи есть что-то свое, и это не хорошо и не плохо, да. То есть я, например, считаю очень важным, для меня важен праздник 9 мая, для меня важен, да. Для меня важна память о моих-то дедушках, да, для меня важно. И 9 мая я стараюсь брать детей, и мы приезжаем в музей военной славы каждый год, да, показывать, рассказывать, чтобы они это видели. Ну, значит, у вас есть семья, не тратится, а вы говорите, что нет. Ну, да. Вот, что касается, например, театров или балетов, тут мне как-то далеко, то есть я не могу высиживать. Но я знаю семьи моих друзей, которые получают это удовольствие, ходят в семье, и это классно. Но в моем случае, в нашем случае, мне ближе спорт, движение, тусовка, походы, как бы, да, вот это для нас ближе. Ну, что ж, может быть, тогда семьи ваших друзей заинтересуют концерт, который готовят артисты Центра инклюзивной культуры. Дорогие друзья, 26 мая в 17.00 обещают клоунады, пантомиму, хореографию и выставки декоративно-прикладного искусства. Также в этот день, 26 мая в 18.00 в городском Центре культуры пройдет еще один отчетный концерт, выступит Студия Танцев Проспект. Вообще, любителей хореографии ожидает еще один очень интересный вечер в мае. Завтра, в субботу, в 6 часов вечера в Гомельском областном драматическом театре состоится сольный концерт Студии Танцев Райского. Программа называется «Вчера, сегодня, всегда». И удивительно, что на сцену выйдут воспитанники гомельских хореографов, причем в возрасте от 3 лет до 50+. Ну, это уже, мне кажется, интересно. Ну, вообще, хотелось бы отметить, что танцевальная афиша в мае действительно охватывает не только Гомель, но и вообще всю нашу область. Например, вот Реческий городской дворец культуры приглашает в воскресенье 26 мая на танцевальное шоу. Своё творчество покажет Студия современного танца «Ангел Дэнс». Среди приглашенных гостей-участников будет известный танцевальный коллектив «Слэм». Отчетный концерт – вот все-таки такое, знаете, долгожданное событие для, скажем так, учеников, для их родителей. Ну и, конечно же, захотят показать дети все самое лучшее. Мне кажется, это будет интересная и прекрасная альтернатива для семейного досуга. Ну что ж, дорогие друзья, как обычно, в пятницу устроим план на выходные дни и будущую неделю. Что еще предлагает городская афиша для семейного досуга, мы расскажем сразу после рекламы. Вот мы сидим в прямом эфире с Сергеем Бычковым, рассуждаем. Так сколько же человек поет арию, дорогие друзья? Мы очень ждем ваши варианты, да, варианты ответов. 34-22-43. Напоминаю, это прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». И прямо сейчас мы разыгрываем пригласительный билет на концерт русской поэзии. На 6 июня в ДК «Железнодорожников», где будет выступать народная артистка в Беларуси Галина Павлинок. Ну, пятница. Готовимся к выходным. Семейная традиция, кстати. Интересный досуг. И общие интересы – это залог крепкой семьи. По крайней мере, так считают психологи. И, кстати, советуют планировать досуг обязательно заранее, чтобы, знаете, вся семья с нетерпением ждала совместных выходных. Ну и в данном случае, мне кажется, остается только выбрать. Вот собрать семью и выбрать, что, где, когда, куда бежать, чтобы все-таки выходные не превратились в такое банальное лежание на диване. Тем более погода такая, да. Кстати, один из способов выбрать интересное мероприятие, по мнению психологов, интересное мероприятие для всей семьи – это устроить семейное голосование. Вот у вас были такие претенденты, когда один хочет туда, другой туда? Или здесь так вот, папа сказал. Кто у вас принимает решение, как будете отдыхать? Да у нас просто столько мероприятий, которые мы сами организуем, что у нас, в принципе, выбирать-то мы особо не выбираем. Но дети говорят, хочу в парк. Мы постоянно и так ездим туда-сюда, да. То есть, да, ну, в парк, да, бывает иногда покататься на каруселях и сходить, да, желание есть. Но у нас много своих мероприятий, куда они так или иначе приходят, и там тоже классная тусовка. А знаете, какие вот интересные идеи есть у наших зрителей на совместный досуг? Итак, Алина сообщает, что в субботу у них семейный квест. Роман, они планируют с семьей путешествия, велопутешествия по новым местам. Какая прекрасная идея. Анна собирается на мастер-класс по танцам и считает, что это очень объединяет, кстати, да. Татьяна, замечательное сообщение. Татьяна, спасибо большое. Предложила семье разрисовать старую мебель на даче. Муж мою идею не поддержал, а вот дети обрадовались. Вот это вот к тому, что надо проводить семейные голосования. Вот все-таки психологи правы, да. Ну, а Марта сообщает, что супруг у нее жалуется. О, супруг жалуется, что не умеет отдыхать, а не вместе. И посоветуйте, что бы такого можно делать вместе с ближающего, спрашивает Марта и заранее нас благодарит. Сергей, что посоветуем? Я, знаете, что сторонник? Того, что нужно делать то, что интересно обоим. Вот обоим интересно. Например, я люблю футбол, да, я играю, я тренирую, да, ребят. Жена меня не любит футбол. А что? Да, вот она пару раз сходила на матчи и сказала, я больше не понимаю. Отлично. Но есть же другие темы, которые интересны. Например, мы любим вдвоем гулять вечером вдвоем по району. Прям можно еще мороженое взять, да, если там за весом особо не следили. Можно взять. И это классно, когда нравится и одному, и второму. Поэтому нужно найти то, что нравится. А чтобы найти, что нравится, нужно попробовать одно. Второе, например, пойти на семейный фестиваль в воскресенье. А почему бы нет? И просто проверить. Зашло, нравится, классно, можно двигаться дальше. То же самое с детьми. Спасибо, хороший очень совет. Я думаю, многие сейчас прислушаются и попробуют. Те, кто до сих пор не думали, по крайней мере, еще об этом. Ну что ж, сколько же человек-то поет Арию, дорогие друзья. Есть вариант, давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Винцислав. Очень приятно, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, вы Арию вообще любите слушать? Нет. Понятно. Тогда хотя бы попробуйте отгадать, сколько человек ее поют. Как вы думаете? Я не думаю, я знаю. Арию исполняет один человек. Ну, конечно. Ну, конечно, вот такой был вопрос под боком. Вы знаете, мы вас поздравляем. Вы наш победитель и выиграли сегодня пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Женздорожников», где будет выступать народная артистка Беларуси Галина Павлинок. Но у меня еще есть для вас вопрос, Вячеслав. Есть ли у вас какой-то интересный вариант такого семейного досуга? Вот что бы вы посоветовали? Как можно интересно провести выходные дни всей семьей? Ну, не знаю, как насчет интересного, но мы обычно любим выезжать на велосипедах на прогулку. Отличный вариант. Слушайте, а сколько у вас велосипедов в семье? Сколько из семьи человек? Четыре. Четыре велосипеда? Ух ты! Ну, здорово. Мы вам желаем хороших выходных. Спасибо большое за ваш телефонный звонок. Я думаю, что после такой велопрогулки сходить на концерт, на который вы только что выиграли, кстати, два пригласительных билета, супруга, мне кажется, будет просто счастлива. Ну что ж, дорогие друзья, хочу напомнить, что в ближайшее воскресенье можно сходить также на семейный фестиваль дворовых игр. Я думаю, Вячеславу и всем нашим зрителям это действительно будет интересно. Давайте еще раз напомним, во сколько начало? 10.30, 12-я школа, напротив стадиона Гомсельмаш, стадион открыто, свободно. Каждый может лететь, да, поиграть в резиночку, в вышибалы, да, и мало того, и поесть пирогов еще, как обещают организаторы. Вообще, Сергей, хотелось бы затронуть такую серьезную тему. Вот вы вообще известный бизнесмен, я знаю, при этом очень известен своими многочисленными там какими-то общественными инициативами, какими-то там социальными проектами. И все, насколько я знаю, вот смысл основной – это объединить семью. Вот смотрите, фестиваль дворовых игр, дворовый рух, постоянные футбольные чемпионаты, папа-зал, совет отцов. Мне вот интересно, откуда вообще все эти идеи у вас и почему для вас это так важно? Ну, для меня важна семья, да, и это круто. Я вот, я не вижу другой альтернативы просто семье, да, я вот иногда... То есть вы не хотите ждать, пока кто-то вам это предложит, да? Да, и я смотрю и понимаю, что семья – это самое лучшее решение для двух людей, для трех, для четырех, для семьи. Поэтому популяризация семьи, популяризация здорового образа жизни, она важна. Мы хотим показать пример своим детям. Мы хотим создать такую обстановку или такое окружение, в котором бы наши дети росли. Зачем это ждать, да? Зачем ждать или там, например, просить, ну, например, людей, выпивающих на скамейках там в парке где-то, да, или где-то. Зачем их все время просить уйти? Лучше давайте сделаем движ, тусовку, чтобы на эти скамейки пришли не люди, которые любят выпить, да, а пришли ребята, которые могут включиться в здоровые игры, которые могут что-то сорганизовать, которые могут сделать нормальную тусовку. И таким образом мы меняем окружение, мы делаем хорошее дело для наших детей, в которых они будут расти. Мы даем альтернативу раз, и мы создаем свое собственное окружение, да, окружение любви друг к другу, окружение к здоровому образу жизни. Как окружение относится к вашим идеям? Вот обычно какие, вот что говорят вам женщины на лавочках, те же люди, да, люди, которые по-другому любят проводить время? Я не знаю, мне кажется, что вот иногда я слышу такие, что у нас там мужчины то, мужчины это. Я знаю ребят, которые прям отличные мужчины, которые в большинстве, вот в моем окружении, они там не употребляют алкоголь, да, там. Я редко вижу, что они курят, и мне кажется, что так делают все, да, и поэтому я вижу, что вот оно окружение, которое мне хотелось бы, чтобы видели дети, да. Например, папа-зал возьмем, да, вот один из наших проектов, мы в апреле его закончили, начнем в октябре следующего года. Когда ребенок приходит с папой в спортивный зал, он видит, когда папа занимается, он видит других отцов точно таких же, которые занимаются вместе с ним, он видит таких же детей. И вот популяризация здорового образа жизни, реальный живой пример того, что делает там, да, отец, предположим. И я уверен, что ребенок вырастет, по крайней мере, у него будет хорошее отношение к физической культуре, к спорту, к здоровому образу жизни. И это здорово. Вообще, вот как вот, папа-зал существует уже несколько лет, вот что вы можете сказать, насколько, скажем, ну, это интересно папам? Детям понятно. Детям интересно, и папам интересно, потому что, во-первых, это, опять же, тусовка, да, то есть это определенное место, да, где есть свой собственный, да, свое, собственно, какое-то ощущение, да, того, что папа приходит, они могут пообщаться друг с другом. Дети могут пообщаться тоже с друг с другом, да, папы могут пообщаться с детьми. То есть это окружение. На сегодняшний день в Беларуси, наверное, я уже сбился со счета, да, сколько папа-залов, потому что они открываются постоянно, регулярно. Мы этот сезон закончили тем, что в Гомеле, например, работало их три, да, и они закончили в этом сезоне. То есть каждый желающий мог попасть в одну школу и провести время. То есть вы такой учебный год берете, да? Мы берем с осени по апрель. Почему? Потому что это время, когда холодно и когда на улице особо не поиграешь. Нечем все время заняться. Потому что как становится более тепло, более жарко, естественно, интереснее на улице. Да, и нужно больше быть на улице, потому что в зале становится душно, да, и детям больше интересно. И для этого есть стадионы, школы, они тоже классно подходят под это дело. Они закрыты, они ограждены, ну, там же классно. Сергей, я уверена, что у вас есть еще не один интересный такой социальный проект в вашей голове. Поделитесь. Но в данном случае, да, в этом году мы решили больше и больше вкладываться в развитие руха дворово-угольного движения, дворовых игр, которые мы делаем. Ну, расскажите для тех, кто не знает, что это такое вообще. Да, мы занимаемся популяризацией, мы развитием дворовых турниров. Это стритбол, это дворовый футбол, это алтимат фризби и это воркаут, да. И мы проводим турниры, тренировки и все всячески популяризуем. У нас в планах лапта, однозначно, как один из самых старых, наверное, видов и интересных. И что, и что это будет лапта? Подождите, это будет какой-то фестиваль по лапте? Ну, я думаю, что мы будем организовать турниры. О чем вы говорите? Я думаю, что это будет круто. Мы в ожидании зимы. Почему? Потому что появились ребята в нашей команде, очень мощные ребята, которые заливают сами площадки во дворах. И мы ожидаем дворового турнира по хоккею зимой. Я думаю, что это будет несколько коробок в городе. Мы уже в этом году собрали 12 команд, но растаял лед, и мы не провели турнир. И нам было очень обидно. И мы планируем это делать в следующем году. Это развивать дворовый хоккей в том числе, да, именно с дворовыми ребятами. Естественно, мы могли бы делать больше, и мы хотим делать больше. И мы планируем развивать такое направление, как волонтерство, спортивное волонтерство. И нам очень нужны ребята, девушки, парни, да, мужчины, папы, да, юноши, которые могли бы вместе с нами это все организовать. У нас классная команда на сегодняшний день, но мы хотим делать больше, и мы можем делать больше. Поэтому welcome, всех приглашаем, у нас работа найдется для всех. Как вас найти? Расскажите для волонтеров. Рук дворовых гульного, это группа наша ВКонтакте, присоединяйтесь, это будет здорово. И еще один проект мы планируем делать на следующие выходные. Это как раз футбольный фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья» железнодорожного района. Так, расскажите, так, расскажите нам. У нас областной фестиваль будет в августе, районный фестиваль будет на следующие выходные 2 июня на стадионе «Гомсельмаш». Планируется проведение, также можно будет зарегистрироваться в группе «Рук дворовых гульного ВКонтакте». И это классная как раз тема для всей семьи. Это когда папа, мама и ребенок 1, 2, 3, 4, неважно сколько, приходят, папы играют с папами, мамы с мамами, дети с детьми, потом суммируются очки. Это классное время. И даже если там говорят, ну там жена не любит футбол, ничего, у меня жена не любит футбол. Мы пришли первый раз на областной фестиваль, и жена играла с таким азартом, и мы собираемся и планируем быть. И это один из лучших, на самом деле этот проект был в этом году признан, или в прошлом году был признан УЕФА лучшим проектом по массовому футболу в Европе. И ребята получили признание европейское, проект придумала Федерация футбола. И он очень массовый, на сегодняшний день только официально, он проходит в 19 городах Белоруссии, вот, и с финалом в республиканском городе Минск, который будет, да, на который съедутся все победители областных там и районных этапов, это будет здорово. Так и хочется сказать, хорошее дело делать товарищи. Мало того, что вы эти дворовые угольни в народ, так вы еще и футбол в массы. Массовый футбол это вообще отдельная тема. Просто замечательно, вот горжусь вот, что с вами сегодня вот в прямом эфире. Что пожелаете родителям? Родителям пожелаю любить друг друга вообще, вот это самое важное, вот, потому что будут любить друг друга, будут любить детей, и тогда все будет хорошо. Ну что ж, спасибо большое, Сергей. Есть еще несколько сообщений от наших зрителей, действительно интересное сообщение, как вот гомельчане проводят семейный досуг. Антон будет играть в монополию всей семьей, вот здесь, наверное, ключевое слово всей семьей, да. Анна, совместная уборка, прогулки, гости, опять же, совместные. Ольга, на рыбалку с детьми и соседями, прекрасно. Татьяна рекомендует к походу в выходные наш театр кукол. Хорошее место, согласна. Так, Маргарита. Семейный досуг, ну, пока ограничивается походами в парк. Ну, я не думаю, Маргарита, что это плохо. Это замечательно, поверьте, многие этого не делают. Совместные походы в парк, да, еще в наш гомельский, прекрасно. Но еще всей семьей на дачу. Каникулы, сообщает Ирина, ура, ну, до каникулы, по-моему, неделя. Ну, уже вот кто-то уже их себе устроил. Ну, а Сергей, сегодня купили велики, сообщает нам наш телезритель Сергей. Будем кататься. Сергей, мы вам желаем хороших выходных и всем нашим телезрителям. Кстати, о футболе. В преддверии Международного дня защиты детей футбольный клуб «Гомель» и волонтеры отряда «Открытые сердца» приглашает детей с особенностями развития. 27 мая, в понедельник, дорогие друзья, в 11.00 по адресу улица Ленинградская, 39А, это с дюшор номер 7, принять участие в дружеском футбольном матче, пообщаться с игроками любимой команды футбольного клуба «Гомель». Ну, а для тех, дорогие друзья, кто мечтает выбраться на выходные из города, есть тоже отличный вариант. Это город Туров. Да, дело в том, что в эти выходные 25 и 26 мая в Древнем Турове пройдет уникальный, единственный в Европе фестиваль куликов. Многие участники фестиваля уже прямо сейчас, в пятницу, отправились в Туров с палатками. В программе планируется чемпионат по фотобёрдингу, экскурсии по городу и на станцию Кольцевания, наблюдение за птицами Туровского луга с орнитологами. Организатор этого мероприятия, общественная организация «Хова птушек Батьковшины» приглашает всех любителей птиц. Время еще есть, до Турова добраться успеете. Кстати, участие в фестивале бесплатное, и можно также взять не только фотоаппарат, но и палатку, чтобы переночевать на природе. Сергей, вот скажите, ваши вообще планы как-то изменились в ходе нашей программы на выходные? Какие-то мероприятия особенно заинтересовали? По крайней мере, я завтра запланировал пойти на рыцарские турниры. На музей живой истории. Я думаю, для них это будет классное время, а вот улет будет. Будет здорово, конечно. А за премьерами, кинопремьерами вообще следите? Ходите в кинотеатры? Когда последний раз? Дети следят больше, больше, чем мы. Кстати, вышел же «Терминатор» трейлеры, я вот сегодня тоже посмотрела. Дети следят, и вот как раз на 9 мая дочка ходила на новый фильм «Солдатик», который посвящен Великобритании. Была в восторге просто. Я, к сожалению, не успел попасть, но вот, да, дети следят. А между тем, в эти дни в наших кинотеатрах очень много интересных картин для семейного просмотра, дорогие друзья. Это мюзикл-приключения «Аладдин», это семейный мультфильм «Веселая ферма», это фантастические фильмы «Мстители. Финал» и такой фильм, как «Покемон. Детектив. Фикачу». Ну, а наш телеканал, дорогие друзья, продолжает показ документального цикла «Кинометры войны». Я напоминаю, что в предмерии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, телеканал «Беларусь-4» предлагает окнуться в историю самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусь. Фильм». И сегодня вы увидите историю о том, как создавалась одна очень уникальная картина о войне под названием «Через кладбище». Это действительно очень уникальное произведение, и вот до просмотра этого фильма у вас есть возможность узнать о том, как снималось кино, о том, что осталось за кадром, и самое главное, какой была судьба этой картины. «Если всех ж по с войны не пришли помянуть, водки не хватит. Вечная всем память. Давай. За тебя, за меня, и чтобы войны не было. В этих лесах очень много могил, безызвестно расстрелянных людей, в том числе и могила моего отца. Я ее не могу найти, я просто знаю, что он вот в соседнем лесу где-то, ну, как похоронен, не похоронен, расстрелян и зарыт. Дорогие друзья, сразу после доброго вечера смотрите «Кинометры войны». Приятного вам просмотра и хороших выходных. Это был еще один «Добрый вечер». Гомель с Натальей Волонец и до новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова